Всем привет! С вами Аурум и сегодня я нахожусь в гостях у клана Клановая Братва. Ну, звучит это забавно, клан Клановая Братва, но ребята, они очень серьезные. Девятый уровень клана, как видим, и 200 выигранных войн. В связи с этим, в общем-то, я сюда сегодня и пришел поздравить их с юбилейчиком и запилить такой вот праздничный обзорчик КВ. Ну, помимо этого, Клановая Братва мне запомнилась еще на турнире, чем-то вот таким вот они мне запомнились. Название у них такое забавное. Когда приходишь, атмосфера своя, понравились некоторые реплики в чате, то есть в поддержку любимых ютуберов. Это не то, что там они подлизывались, просто действительно были там моменты. Ладно, ну не в этом суть. Клановая Братва реально веселый клан, не грех здесь делать обзорчик КВ. Давайте посмотрим, как они атакуют. Свою юбилейную войну они провели 50 на 50. И, ну, результат более чем. 93 атаки проведено, 149 звезд они сумели взять. Ну и, собственно, давайте посмотрим несколько атак. Может, чему-то научитесь вы, может, чему-то научусь я. Атака на 10-й ТХ. Конечно, прокачка защитника оставляет желать лучшего. Но, опять же, как говорится, это его проблемы, правильно? Выбрасывается королева под хилочками. Замечу, что снизу будет идти король. И вот сейчас обращаем внимание, куда же будут брошены три молнии. Не спешит что-то выбрасывать молнии, дождался. Вот они, вот они, смотрим. Королева! Инферно! Короче, вот такая вот фиговина. Никогда не ставьте королеву возле Инферно. Тремя молниями и землетрясением уничтожилась королева Инферно. И что еще здесь было, я просто не успел заметить. Что тут было еще, по-моему. Вот, ну, сама суть, что королева вместе с Инферно убивается тремя молниями и одним землетрясом. С землетрясом. Ну, просто грандиозная фиговина. Конечно, я уже такое видел, но не часто, не часто можно такое заюзать, потому что все знают, что так делать нельзя. Видели, как удачно, с одной стороны, заюзался король, но пошел не в ту сторону, насколько я понимаю, и не уничтожил вот эту вот ПВОшечку. Несмотря ни на что, атакующий выбрасывает своих гонщиков вместе с шарами и, блин, надеется очень сильно на три звезды. Я здесь более чем уверен, что эта ПВО должна была быть уничтожена королем. По задумке нападающего. Вот, но делает все по плану, как, опять же, я сказал, запланировал. Насколько сильно помешает ему эта ПВОшка, пока не знаю. Давайте смотреть. Ну, в общем-то, одна из гонщиков осталась в живых. На нее агрится ПВОшка. И, конечно же, ему хватит времени. Здесь уже очевидно, что атака на пятерочку эта ПВОшечка никаким образом не помешала. Хотя, вы знаете, не берусь судить. Нужно еще раз там пересматривать эту атаку, чтобы сказать, ну, сто процентов, должен был этот король уничтожить эту ПВОшку или нет, по задумке. Но, думаю, что все-таки, если он там был выпущен, то должен был. Еще одна атака на ТХ-10, на Рашерский ТХ-10. Но смотрим, смотрим внимательно состав. А, да, ладно, мы провтыкали, как чувак выбросил молнии на Инферно. Уничтожил он Инферно, уничтожил он Чистильщик. И, в общем-то, выбрасывает королеву. Но где король? Король где вообще? То ли он спит, то ли он на апе. Куда делся король? Как можно идти на ТХ-10 без короля? Ну, наверное, то ли повыпендриваться, то ли на самом деле чувак Супермен. Но вот так вот он идет на ТХ-10. Опять же, Рашерской прокачки. Сильная Инферно была уничтожена молниями. Осталось одно сингл, которое, ну, первого уровня, да, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, это первый уровень. Таким образом, королева зачищает все, что ей нужно. Уже уничтожена вражеская королева, уже уничтожена одна ПВОшечка. И пум-пум-пум. Ей осталось еще зачистить буквально чуть-чуть. Я так понимаю, она еще здесь возьмет эту ПВОшку. Честно сказать, уже столько атак в клановой братве пересмотрел, что даже не помню, где что происходило. Здесь просто запомнилось то, что короля нет. Где король, чувак? Текс. Да, будет уничтожена, конечно же, еще и арбалет, и ПВОшка буквально королевой. Королева 22 уровня. Тоже обращаем внимание, что королева 22 уровня. Поэтому то, что это рашерский ТХ-10, такой королевой... Хотел сказать такими героями, но героев же здесь нет, короля-то нет. Поэтому сугубо на одной королеве такой ТХ-10, ну, классно. Очень даже прикольно. В общем, все, что хотел сделать нападающий, он сделал. Выпускаются уже гонщи вместе с шарами. И остаются буквально две ПВОшки, сингл Инферно, которая, ну, не представляет особой угрозы для шариков. Конечно, здесь куча тесел есть. А, вот. С другой стороны на ПВОшку выбрасывается еще одна гонща, еще шарики. Пум-пум-пум. Осталась еще одна ускорялочка. Вот она сейчас вот таким вот образом была применена. И так как-то с натяжечкой все очень-очень на таком, блин... Не, ну, гонщи жива, гонщи жива. Она должна взять на себя основной урон. Блин, ребят, все взрывается. Если бы я в онлайне смотрел эту атаку, я бы, не знаю, у меня бы просто, не знаю, бомбило. Не, ну, тут все уже нормально. Правильно, абсолютно все защитные сооружения уничтожены. На добивание более чем. Видим, еще даже шарик остался. Один, второй шарик. Наверное, принципиально второй шарик даже выпускать не будет. Типа, мол, я и так мог. Мало того, что без короля, так нет, выпустил все-таки шарик. Вот, ну, что, прикольная атака с королевой без короля. Уникально, конечно. На КВ такое вижу крайне редко. Ну и пошли атаки на девятые таунхолы. Здесь тоже королева идет под хилочками. То есть такой парад хилок сейчас у нас будет. И используются молнии. Молнии, как вы понимаете, используются для уничтожения ПВОшек. Изначально выходит король. А в спину ему идет королева. Вот мы увидели, да, как ПВОшка была уничтожена с помощью двух молний и одного землетрясения. Очень важно. Вот, кстати, очень правильный ход. Очень круто. Ну, как бы, собственно, не выбрасывать сразу хилок. Потому что по неопытности можно выбросить короля и королеву. А королеву, королева, естественно, там где-то ее не коцают. Поэтому хилки могли сагриться на короля. Но вот здесь очень правильный ход. Вот, королева будет жить долго и счастливо. И видим, что мы в итоге получаем. Мы молниями уничтожили, собственно, одну ПВОшку. Королева уже еще одну уничтожила. И я так понимаю, атакующий будет ждать, пока будет и третья ПВОшка уничтожена. Потому что видим, как он скурпулезно ждет, не выбрасывает свои шары. А, еще у него в составе очень интересненько дракончики. Зачем они ему будут нужны? Тоже поглядим. Потому что, ну, по факту, вот, уже все. Он не дожидается. Как только вышла клановая крепость, он начинает уже выбрасывать свои основные войска. Да, и одну ПВОшку, блин, ну, тяжко. Все, дракон вражеский уничтожен. Блин, атака, конечно, настолько разнообразна. Я не знаю, как он ее планировал. Тоже вот к чему здесь драконы. Сложно мне судить, к чему здесь были драконы. Можно было с шариками все вообще без проблем порешать. Мы увидели, что королева без проблем уничтожила третью ПВОшку. Сверху шары зашли. И оставшуюся четвертую ПВО тоже снесли. Ну, и драконы, наверное, здесь просто сугубо для фана. Я не берусь судить, зачем здесь нужны были драконы. Ну, ничего, красиво смотрится против девятых. ТХ не настолько часто увидишь в атаке драконов. Ну, и здесь мы уже не видим королеву под хилочками. Здесь мы видим двух големов. Видим двух гонщих. В клановой крепости, конечно же, тоже гонщи. Землетрясениями пробивается дырочка. Выбрасываются големы. Ну, в общем, такая стандартная. Вот такие атаки чаще всего можно наблюдать вообще. Когда големами заходишь в центр. Причем, вот обратите внимание, насколько это тупо выглядит. Вот я попробую сейчас пальцами это сделать. Вот, ну, выкупаете, да, сейчас? Понимаете, что происходит и что вообще произойдет? Смотря даже первый раз эту атаку, после того, как были брошены землетрясения, ну, становится очевидно, что защитник что-то тут провтыкал. Как можно поставить настолько рядом три ПВОшки? Это просто нечто. Конечно же, вот, пах, пах, пах. Я даже ускорялочку включу, потому что здесь все очевидно. Просто очевидно. Он даже не дожидается, пока будет еще одна ПВОшка. Видите? Снесена. И все. Че, все. После того, как осталась одна ПВОшка в живых, делать здесь, по сути, нечего. Как бы ты уже, что бы ты тут не бросил, что бы ты тут не сделал. Видим, что еще в закромах еще четыре шарика осталось. Поэтому, блин, без, без вообще, без никаких проблем. И тоже, опять же, все защитные сооружения уничтожены. Четыре шарика по-прежнему остаются. На таком расслабончике берется эта база. Ну, вот этот ход с землетрясением, с тремя... Это, конечно, нечто. Я имею в виду даже с тремя расстановками от защитника. Тремя ПВОшками от защитника. А вот такие атаки сейчас можно увидеть крайне редко. Еще когда только ввели гонщик, когда придумали так называемый воздушный топ-микс, это было сплошь и рядом. Все атаковали примерно таким вот образом. Но сейчас это редкость. А заметили вы, да, как четенько была уничтожена вражеская королева вместе с одной из ПВОшек. Тоже вот понимают, видят чуваки из клановой братвы, когда нужно бросать, точнее, брать с собой молнии. Потому что вот присмотрели, так ПВОшечка стоит рядом возле королевы. Точнее, королева может стоить рядом возле ПВОшки. И туда молнию вместе с землетрясом. И без проблем уничтожаются оба. После этого у нас остается три ПВО. И у нас есть четыре гонщик. Точнее, вот еще в клановой крепости тоже большой вопрос. Что? Возможно, там и пятая гонща есть. Нужно посмотреть. Просто обычно, да всегда берут гонщу в клановую крепость. А там парам-пам-пам. Мне даже очень сильно интересно, что же у него там в кл... Нет, у него в клановой крепости по-любому пятая гонща. Потому что, видимо, он оставил шесть шаров. Гонщу он выбросит где-то вот либо здесь, либо здесь. И полетят шарики на вот эту ПВО. Да, мы видим, вот он гонщу выбросил. Я прям ванга. Она летит через Субазу. Ну, как-то не совсем удачно. Если честно, он шары здесь выбросил. Причем в один ряд. Ладно, не буду никого судить. В общем, атака все равно прикольная. Очень радует, что такое классическое применение воздушного топ-микса, как раньше было модно его называть. Сейчас это уже прожитый век. Ну, приятно видеть что-то такое, знаете, ностальгия какая-то. Ну и последняя атака, которую мы сегодня посмотрим, это атака тоже на девятый Таунхолл. Королева под хилочками, Королева 26 уровня, Король 22. И уничтожается такой не кислый девятый ТХ, у которого ПВО стоят все в центре. Тоже воздухом он будет сноситься. И основной вопрос, как же поступать с такими базами, если ты идешь воздухом? Потому что, ну, хитрая база, сложно здесь уничтожить какую-то из ПВОшек, на первый взгляд. Но давайте просто будем смотреть, что будет делать атакующий. Клановая крепость уже уничтожена. И вот сейчас будет самое интересное. Все, она зашла в этот, вот в эту зону, уничтожила только что вражескую королеву, сносит ее лежак, чистильщик, и вуаля, еще одна ПВОшечка. Да и в общем-то все, ребят. Ну и я думаю, что очень, очень такая достойная атака, чтобы завершать это видео. Еще раз поздравляю клановую братву с двухсотой победой. Желаю им, чтобы, дай бог, эта двухсотая победа не стала последней, чтобы у них еще было там трехсотая, четырехсотая. А с вами был Аурум. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачки! Субтитры сделал DimaTorzok